22 января в гости к Орлятам приехали спортсмены и тренеры Новороссийской Федерации стрельбы из лука. Они рассказали об этом интересном виде спорта и провели мастер-класс для ребят. Подобные встречи планируется проводить и в следующих сменах. Вместе с Орлятами учился поражать мишень Игорь Хворостянов. Подготовка спортсменов, устройство лука, система тренировок и правила соревнований. Обо всем этом ребятам рассказывают золотой и серебряный придер паралимпийских игр в Лондоне Олег Шестаков и заслуженный тренер России Татьяна Будунова. Мы с таким воодушевлением сюда приехали. И ребята, и мы тренерский состав. Во-первых, у нас уже не первый опыт общения с детьми в лагерях поздравительных всероссийских. Поэтому мы откликнули сразу на это предложение. Безошибочно поражая мишень, своим мастерством делятся и юные спортсмены Новороссийской Федерации стрельбы из лука. Многие из этих ребят – мастера и кандидаты в мастера спорта. Юного спортсмена Федерации Данила Казанкина полтора года назад в секцию привела одноклассница. Сейчас он кандидат в мастера спорта России. На его счету несколько командных и личных побед в крупных соревнованиях. В планах 15-летнего лучника выполнить норматив мастера спорта в этом году и занять призовое место в Орле на первенстве России. Не натягивай, просто вытяню руку. Вот сюда. Учить начинающих спортсменов для Данила Казанкина не в новинку. Но здесь, в Орленке, по словам подростка, делиться собственным опытом особенно приятно. Тренировать детей – это как бы уже привычное дело. На тренировке тоже тренируем детей. Ну, как-то уже привычно. А так очень приятно, когда тебе подходят дети и благодарят тебя за то, что ты сделал для них. Я первый раз стреляла из лука. Это азарт, эмоции. Эмоции от попадания и азарт, попадешь ли ты. Я никогда до этого не стреляла из лука, но приобретение нового опыта я считаю интересным. Сначала даже было страшно отпускать стрелу, но потом ребята все объяснили и стало здорово. На руках краги для защиты запястья вооружены подростки не профессиональными, а тренировочными луками. Как правильно его держать, до какой степени натягивать тетиву, в какой момент ее отпускать. Этими тонкостями делятся спортсмены-инструкторы. Почти все стрелы ребят попадают в цель. Дистанция стрельбы намного меньше, чем у опытных спортсменов, но это ничуть не лишает Орлят восторга. Столько адреналина, ты просто держишь в руках лук, отпускаешь стрелу, и да, она попадает. Это очень здорово. Немножко было страха, особенно когда тянешь лук, и он не попал, короче, никуда. Луки такие прикольные, держать тяжело, но у меня получилось, три раза попал, семь, восемь и девять. Это развитие своих собственных навыков, точности, меткости. Лук – древнейшее оружие. С его помощью в доисторические времена первобытные люди добывали себе пропитание и защищались от врагов. Лук и стрелы были неотъемлемой частью вооружения воинов и охотников на протяжении нескольких долгих эпох. Они модернизировались, улучшались и дошли до наших дней. Сейчас, в настоящее время, стрельба из лука – это популярный, полезный и очень красивый олимпийский вид спорта. На соревнованиях профессиональные спортсмены пользуются несколькими видами луков. Это лук с блочной конструкцией. Он более современный и в истории не имеет аналогов. Благодаря особой конструкции нагрузка тетивы может доходить до более чем 35 килограммов, но лучник ощущает не более трех. Второй вид спортивного лука – олимпийский, с традиционным внешним видом. Это называется рукоятка. Это основная часть лука. Также есть плечо, верхнее и нижнее. Их соединяет тетива для натяжения лука, чтобы его можно было растянуть. Это называется прицел, прицельная планка. Это называется каретка. Это называется система стивилизаторов. Боковые и основной. Бытует мнение, что главный фактор в этом спорте – острота зрения. Это заблуждение опровергает многократный чемпион мира и обладатель олимпийского золота в командном первенстве Им Тон Хён из Кореи. Он видит всего на 20% от нормы и различает только яркие цвета мишени. Это не помешало известному лучнику установить мировой рекорд по результативности попаданий и самому же его побить. Этот вид спорта направлен на статическую выносливость мышц рук, спины, туловища, реакцию, концентрацию и устойчивость внимания. Он сложный технологический вид спорта. То есть там и пальцы задействуются, и всевозможные мышцы, и также и траектория, полет, и тактика. То есть очень много моментов, которые нужно делать одновременно. И так же это как искусство, это и красиво, это и эволюционный вид спорта. Игорь Хворостянов, Денис Гилёв и Забыла Аксютичева, телеканал Орлёнок ТВ.